и в очередной раз вам желаю здоровья и желаю здравия вот и опять очередные новости мы сегодня мы с вами послушаем меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании инвестор партнеры региональный спикер вот и мастер мои скажем так ближайшие соратники да это вот мои сестры они меня уже обогнали вот сегодня такая новость тоже что она дорож тоже стала уже превзошла меня как мастера и уже стала сегодня то есть сегодня новость до меня дошла что она стала уже экспертом так что вот видите это здорово когда твои партнеры тебя обгоняют и ну здорово в общем-то хороший был импульс когда-то данном вот мы с 7 ночи вложились наверно хорошо вот и эти люди уже сами делают дело замечательное продвигают наш проект по всей латинской америке поэтому мои поздравления они сегодня много пересмотрел я материала вот еще раз увидел анатолий эдуардовича в видео да вот он действительно страняшка молодец такой хорошо очень выглядит ему недавно исполнил 74 года я думаю что мы все кто как мог поздравил его поэтому антолий эдуардович замечательно желаю вам тоже мы все вам желаем здоровья крепких скажем так нервов потому что сейчас уже финальный такой этап когда конечно конкуренты не дремлют вот но наш транспорт который действительно этот философия что транспорт должен быть решением широкого круга проблем и он действительно такие вот таковым является наша система да вот и я думаю что сейчас скажем так 100 метров к которым мы все с вами идем уже уверенно и очень много и по репортажей очень много приезжает людей которые хотят им имеют возможность скажем так построить и дороги в своих странах то есть имеет и влияние и деньги и так далее поэтому я думаю что новостей все будет больше и больше и к вашему 75-летию я думаю что вообще будет сильно я загадываю 75 проектов вот так вот давайте да кто со мной согласен поставьте семерочки вот и мы с вами не продолжим вот да наш транспорт действительно уникальный он безопасный доступный адаптивный экологичный энергоэффективный да 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 три три семерки отлично вот поэтому я говорю ездят люди которые действительно имеют большой вес своих регионах вот и как я вам рассказывал что правитель эмирата расалям арахайма вот посещал скажем так центр в шарже да вот я рассказывал несколько проектов он был супруг и супруга шейха значит является президентом американского университета и вот смотрите она приезжала вот 23 марта а уже недавно она вновь опять посетил вот тут она уже такой в европейской одежде да и вот значит шейха будур бин султан аль-касиме вновь посетила значит центр шарже и опять таки уделила уже более такое серьезное внимание я не знаю там наверное у него свои были бы возникли вопросы поэтому она вот решила сама лично посетить вот в сопровождении хусейна аль-махмуди вот который является скажем так руководителем этого инновационного центра в шарже вот ну естественно анатолий дарыч сам лично принимал это наверное было тоже либо в его день рождения либо на скажем так чуть позже вот потому что была и надежда косарева вот на фотографиях поэтому видите было в общем то все это в преддверии либо во время дня рождения в общем это интересно вот значит шейха шейха будур бин султан аль-касиме значит вообще еще расскажем так ознакомилась особенности высокоскоростного вот юни флеша вообще транспорт она есть выжить до более детально изучила возможность транспорта второго уровня и выразила желание продолжать сотрудничество центра юскай а также она сказала о том что планируется что центр обеспечить транспортное сообщение между местными кампусами и будет выполнять функцию шоу-рума на ближнем востоке ну вы знаете что обычно студенты у нас живут в общежитиях а таких европейских университетах вот в американских а живут в кампусах видите какая интересная идея вот что эти кампусы будут соединены струнными дорогами и тем самым получается и студент буду сразу не только на чертежах там до осваивать но и сразу же использовать и так далее поэтому видите очень интересна эта идея действительно что им и муж ее шейх да заинтересовался чтобы развивать свой регион а вот в котором нет аэропорта поэтому дорога из абу-даби из дубая занимает там полтора час-полтора дата с использованием транспорта юницкого это конечно будет гораздо быстрее там несколько 10-20 минут вот так вот поэтому это идея была здесь уже и шейха до решила что тоже транспорт нужно использовать именно для привлечения вот такой молодежи студенчества так что очень здорово что это такая идея возникла вот ну вот видите вот это вот фотографии общие вот где представлено руководство юская центра да вот то ли дады еще супругой надежды косы вы и соответственно получается заветский сергей тарасов да вот скажем так еще есть люди вот и конечно же вот так на 7 и шейха вот буду вот ну вот такие вот дела да значит все получается вот она еще что сказала что технологию sky и и идеалы лежащие в ее основе на сто процентов перекликаются с текущим годом устойчивого развития арабских эмиратов и движения страны нулевому уровне выбросов 2050 году шаржа гордится тем что является домом для таких дальновидных компаний как пускай и мы продолжим поддерживать таких инноваторов новаток да вот такие замечательные слова она написала поэтому я тоже хочу сказать что так как это наверное очень дорогая оценка вот тем более что действительно вот антолий дарыч был день рождения и поэтому конечно же такие вот слова от людей не сильных мира степо да конечно имеет дорогую дорогую цену но мы конечно же еще раз присоединяемся и все наши сердца тоже принадлежат этой технологии и придавать спасибо вам низкий вам поклон за такое вот действительно интересное наше существование вот как мы видим как транспорт развивается как он растет и как он все больше и больше сердец овладевает во всем мире ну и вот следующий такой интересный нашел я сюжет значит мистера стоит дубай он назвал сам себя вот значит он имеет тоже смотрите какой-нибудь центр испытания сертификации юска шаржа посетил банкир владелец бизнеса и трейлер побыль побылично по публичным выступлением саид альблуши он самый за будаби вот его называется канал на ютубе он еще пока только не так понимаю начинающий там до 1000 но все равно называется success story то есть история успеха вот и также он там написал о том что у него вот французская жена там будут мелкими если кто-то хочет зайдет и вот на на первой странице там где главное вообще да именно вот его посещение центра юскай да то есть это очень интересно смотреть ну там довольно-таки простой язык он рассуждает там гораздо интереснее смотреть на его эмоции вообще я привык что арабы такие они в основном сдержанные люди немногословны этот человек больше похож даже такого я не знаю может там французская жена на него так повлияло в общем он очень эмоциональный улыбается все время восхищается поэтому и если вам интересно вы можете зайти и посмотреть на это там тридцать семь минут этот ролик как он везде ходит ну и вот он в общем-то выставил такое вот видео там состоит из из многих многих кусочков вот они когда вообще с олегом зарецком встречается сергеем тарасовым другими там участниками и вот смотрите на протяжении всего ролика у него вверху написано смотрите flying cars in dubai то есть летающие машины в дубае до транспорт будущего которым шейхи already уже из которые шейхи уже используют don't buy a tesla да то есть не покупайте tesla представляете вот такая вот это вот я думаю что это просто где-то там в одном месте нет на протяжении всего ролика и вот он действительно заходит он очень эмоционально рассказывает а это 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 олег зарезки даже так немножко ну то есть обычно он тоже такой мысль тут как говорится даже так вот внимательно следил за рассказывал и вот игру действительно что действительно это будущее это вообще он там восхищался и скажем так формы юнибуса и когда он вот ворот открыл там когда въезжал тоже кстати это тоже мне такое когда мы снимали видео получается пока камеры приключаются со света на свет получается как будто идет материализация от этого да юнибуса потому что открывается ворота очень яркий свет становится и белоснежный юнибус он просто растворяется да потом когда он приближается приближается уже камера настраивается получается что как бы материализуется поэтому ты же тоже была такая вот интересная реакция у этого саид дубай да вот в общем то ну посмотрите ну-ка дальше он там вот с сергеем тарасовым тоже интервьюирует его и он практически вот со всеми когда людьми беседует он тоже а как вот что как вам вообще нравится работа до собираетесь работать сколько вы тут работаете и вот он также спрашивал зарецкого что практически самого начала до потом стал про сергей тарасов он сказал с двадцатого года хотя проект этот уже с 18 начал развиваться вот и вообще он еще за такой вопрос задал всеми какая ваша мечта ваша мечта вот и наши сотрудники они отвечали мечта какая работать в этой компании вот сергей тарасов частности сказал что он хочет вообще чтобы вот этот проект он был во всем мире и вот он себя позиционирует тоже как менеджер по всему миру чтобы продвигать этот проект вот олег зарецкий тоже сказал что конечно же это это очень серьезная интересная компания инновационная и он ему предложил меня этого нету кусочка да вот и олег зарецкий ему предложил когда вот это вот нулевой километр там в шарже да вот он как потрите и загадайте вы желание то есть когда вы потрете вот этот вот цвет из чистого золота говорит то вы тогда исполнится ваше желание вот ну и помимо транспортом вот олег зарецкий тоже рассказал рассказал что вот есть такой модель буду города будущего до линейный город когда вы внизу это можете там высаживать сады огороды там бегать играть футбол по зеленой травке а вот весь транспорт он будет действительно на втором уровне и не будет препятствовать никакому не движению не нарушать скажем так движение флоры фауны там и того же человека да то есть в общем то тоже было восхищение вот так что было очень интересно вот это смотреть и ну я думаю что вы тоже получите удовольствие если посмотрите этот 37 минутный такой вот ролик ну еще раз повторяюсь о том что это человек восхищался и вот это вот фраза ведь она на протяжении всего ролика она так и звучит что не покупайте тесла потому что транспорт будущего уже есть на котором ездят шейхи вот такие вот дела но дальше дальше нас новость такая тоже которую мы уже с вами освещали что ли ленинградская область был вот там присутствовал тоже влад волков который уже рассказывался на своих вебинарах и действительно что это была очень серьезная встреча что уже люди не отметились не отмахивались уже очень серьезно стали рассматривать после этого вышла новость уже на interfax россии да вот тоже владислав рассказал о том что эту фотографию заменили и слава богу потому что он был вообще не суразной фотографии не относящиеся к проекту юскай да и теперь тоже вот такая фотография была выставлена с яблоками то действительно вот очень красивая фотография и транспорт и пожалуйста вот вам яблоневый сад возможно это яблоня алексея новую новую твоя нет и и да и после этого вышел видите репортаж тоже на россии один у нас тоже это скажем так канал идет в беларуси да вот поэтому смотрите струнный транспорт а вот воскресенье вышел то есть очень интересно считайте в prime time когда люди много многие могут посмотреть тоже очень интересно вот тут скажем так а такой я даже удивился что такое существует вот рассказываю что действительно есть такие места в ленинградской области которые никак не могут справляться вот это в районах мурина новая 9 9 на и вот там люди на них там транспортный коллапс да и вот там такого кто-то выставил вот этот вот тоже видите показали с телефона кто-то снял так вот эта очередь или просто нету видео так вот она вот тут не заканчивается она там еще такая же дальше дальше то есть действительно такой очередь мы взялись это кто-то там ездил в свое время до 90-х годов там 70-80-е в москву ту помню очередь может ли консит на это вот люди стоят на маршрутке представляете то есть для меня это просто шок действительно я тем более вот живу возле метро я так вот мы тоже супруга так и строили квартиру чтобы жить возле метро там да вот потому что такое довольно-таки быстрый транспорт и очень комфортно да когда вот особенно снег дождь и так далее вот но если допустим без машины вот это в данном случае вы представляете вот так вот люди стоят там чтобы на маршрутку а потом еще там рассказывать что там и в маршрутке они там едут час могут часами стоять даже у кого есть личный автомобиль стоят час как минимум стоят в этих проб тоже там очень тяжелая это развязка и так далее вот ну и вот корреспондент действительно такой транспорт есть ну когда он рассказал про стажерский про транспорт почему-то вот показали юнитрак я не знаю ну вот как говорится какие какое видео предоставьте и предоставили но потом правда уже там было было и другое видео вот и да вот это вот видео было слава тебе господи вот что действительно такой транспорт и есть и так далее но нашлись эксперты как я вы видите мне даже фамилия такая андрей горев я говорю горе эксперты который тоже год вот я не знаю я там смотрел там что-то 20 лет уже делают вот вот лицо такое до кислые да вот одно кислый такой вот я не знаю там может ему кто-то ой ну как его вы несмотря то что профессор но все равно получается вот люди безжизненные энергии я вас сравниваю с анатолием дарда чем которую когда я ему сделал комплимент что он такой несмотря что в эмиратах под жаре такой вообще стройный красавец знает о чем говорит что делает и так далее да здесь же человек который вообще не видел не знаю чего я слышал 20 лет уже делают вот ничего нету отдельные узлы что-то такой программил программил но бог с ним поговорится да как говорится собака лает караван идет было и более такой одиозная фигура да вот и дмитрий попов он эксперт до рабочей группой вот и смотрите вот его слова которые записал значит его не знаю не знаю крепление вагончика насколько устойчиво к боковому метру нужно рассчитать динамическое давление и устойчивость крепления это раз и второе стоп сейчас очень сомневаюсь прямо очень и очень сомневаюсь и вот знаете вот я тоже так смотрю ну что мы хочу сказать что значит надо не сомневаться а почитать литературу даже вот такую элементарную хотя как вот 100 вопросов 100 ответ вот сорокой вопрос как раз у нас есть может ли боковой ветер сдуть у них с рельсового пути тут также все очень четко лаконично все сказано нет не может и так далее да подтвердили многократные продувки моделей был это кстати было видите в санкт-петербурге научно-исследовательском институте именно академика крылова вот пожалуйста то есть люди дают на пока хотят показать себя умными вот что они значимы в этом в этом мире вот это начинается да вот вот пожалуйста в ленинградской области вот город санкт-петербург если уже разобраться вот узнайте это хотя бы ну люди не хотят разбираться поэтому здесь все очень четко сказано и тут в общем то даже такая вот последняя фраза чтобы вам все уже не читать так далее значит рельсовый автомобиль не сойдет с рельсов даже если его перевернуть вниз головой и путь и унипус вот так что уважаемый товарищ попов не переживайте все будет хорошо поставим десяточки что у нас наши 100 вопросов 100 ответов имеют давным-давно это все уже изучено рассказано показано вот поэтому спите спокойно но слава богу те люди которые серьезно занимаются этим проектом то есть которые действительно вес они такие вот диванные эксперты вот человек тоже рассказывает значит это уже с администрации вот преимущество какой не надо долго выбирать формировать выкупать земельные участки это очень важно видите там в общем то вы понимаете о чем идет речь да тогда такая скучность населения каждый участок имеет свои своего хозяина и так далее там дома строится их почему и такой коллапс потому что очень большое там это строительство много семей молодых и детей и так далее где-то нужно школа где-то нужен детский сад сам сами дома и так далее и вот он говорит что не нужно это все делать то есть покупать выбирать и так далее нужно лишь либо небольшое пятно как он вырезался под опору эти опоры могут быть достаточно далеко друг от друга и что самые разнесены можно преодолеть вводные преодолевать водные преграды объекты инфраструктуры перенос которых очень дорого стоит допустим нефтяная либо газовая труба особенно большого сечения требует много усилий и денег то есть опять таки вы сами знаете сейчас будут воду отключать то есть это вот когда там трубы переносит а тут если вот надо что-то такое серьезное перенести большое то есть это требует и много денег много согласований куча всяких разных проверок и так далее поэтому действительно транспорт юницкого в этом плане и здесь в общем то это еще колоссальные как колоссальные преимущества почему обратили внимание и вот эти люди приняли решение что будет два уже проекта до областное проекте заинтересованы в реализации технологии здесь мы тоже поставим исключательные знаки с вами пока обсуждается два пилотных маршрута первый туристический вот от шлиссельбурга до крепости орешек вот такой видите по водному маршруту да вот то есть через водным такой водную преграду вот и что такое крепость орешек я вам тоже немножко расскажу то есть вот он так выглядит то есть это крепость орешек первое упоминание крепости орешек датируется 1323 годом записано мне в новгородской лет летописи летописи на тот момент это было деревянный форт укрепления возведенный юрием даниловичем то есть внуком александра невского уже на тот момент крепость получила название орешек альтернативно название ореховая крепость которая была связана с локацией нахождения ореховым островом сегодня это крупнейшей памяти характеристик туры в истории федерального значения который занимает практически весь остров но действительно очень красивое место вот туда добираться к значит там есть переправа я уже смотрел да тоже посмотрел что туда перебрать 400 рублей стоит то есть при нынешнем курсе где-то 80 да то есть получается 5 долларов туда обратно да вот для студентов там небольшая скидка там 300 рублей но факт то чтобы это вот просто скажем так перебраться там походить и так далее есть еще экскурсии которые меня очень удивили да то есть вот экскурсии на таком метеоре то есть это скажем так кораблик на крыльях если кто может быть не знает то это стоит 3 900 то есть 50 долларов получается вот на таком кораблике доплыть и там чтобы вас экскурсовод поводил да то есть я так понимаю когда вот я слушал вот это тоже этот репортаж с россии 1 то я услышал такую вещь что действительно мы будем согласовывать вот вообще ну то есть это дешевле транспорт нежели там монорельс и так далее все да и в то же время этого приобрели преодолевает эти водные преграды поэтому мы ну скажем так рассчитываем посмотрим и возможно это даже будет освободит все другие вот эти вот берет эти маршрутки чтобы столпотворение не было так далее вы знаете у нас возможность есть перевозить 50 тысяч человек в час да вот и поэтому я хочу сказать что действительно профессор горе в которой говорят что ну вот там ну свезут они к метро в метро тоже очередь вот и какая альтернатива это вот эти вот люди и сказали что действительно мы начнем с маленьких проектов если это все будет классно мы дальше продлим другие то есть не будем мы тут ограничиваться вот этим треугольничком вот эти вот маршрутом то есть это как пилотный проект чтобы проверить так далее дай бог как говорится большой путь начинается с маленького шага да вот поэтому дорогие друзья видите цены большие вот я думаю здесь транспорт юницкого будет действительно оценен по достоинству как по перед передвижению так и по скажем так стоимости проезда да вот ну и что второй маршрут вот я вам говорю что вот это вот соединить вот эти вот тоже по воздуху как они как вот этому новая девятка вот тут не могут люди подключить тут же и железная дорога есть так далее но все видите даже про железную дорогу говорили вот там электрички ходят раз полчаса и людей конечно это не устраивает то есть по полчаса ждать железную дорогу не хочет давать больше электрички до другие вот поэтому о чем мы говорим что транспорт юницкого чем хорошим можно в час пик увеличить вагончики до 48 96 человек когда нету людей пожалуйста четырехместные там или там 16 местный пожалуйста пусть ездит так далее или с меньшим с меньшим с большим интервалом в общем-то очень здорово поэтому вот такие вот поэтому второй второй пилотный проект который планируется этого соединить вот эти вот лаврики новой девятку марина и до метро добираться наверху минуя по воздуху минуя дорожные пробки сегодня путь до ближайшей станции метро из девятка вода занимает на автобусе около часа благодаря надземному транспорту говорит корреспондент такое расстояние будет преодолевать преодолено за считанные минуты но здорово что могу сказать вот глядя на этот репортаж действительно бы наверное сейчас его сегодня кстати выстрелим наших кабинетах можете пересмотреть ну и что и глаз народа до класс народа говорят вот эти все бабу это вообще улыбалась смеялась эта женщина сказала отлично отлично давайте главный суббот ну вот девушка помоложе она год меня уже год разуверилась год ягод и обещали там что-то и трамвай опустить и какие-то там автобусы это много мы как страдали так и страдаем вот поэтому мы только за говорит вот поэтому люди хотят да но понятно что есть чиновники чинуши до таких я вам привел пример но в общем то действительно если люди деловые поэтому два проекта начнется а так как говорится все пойдет только в город будет строится строится и строится как сегодня тоже вот за резких когда этому саиду дубая говорил сайт дубай да он говорит вот это вот наш начинается шаржа да но это все нити обвяжут весь земной шарик вот и все будет у нас замечательно да потому что он говорит через сколько через 50 лет даже быстрее в общем то так что вот такие вот дела по я думаю что потому что действительно главное начать а там уже ну уже говорится есть несколько проектов которых умалчивается чтобы не скажем так не спугнуть да вот а который уже и делаются тогда вы помните как анкред врач уехал в семнадцатом году шаржу никто не знал что как чего тут в общем то потом оказалось что там уже и уже вовсю идет строительство и потом уже объявили когда уже все все уже уже началось когда все документы были собраны все продумано сделаны так далее поэтому действительно мы за то чтобы лучше где-то потише и вот и ждем долго только всегда официальных новостей так что люди за вот и бабули и девчули вот так что я думаю что все будет замечательно с этими населенными пунктами но вышла очередная статья также в офис лайф да здесь действительно рассказали в юст показали как делают надземный беспилотный транспорт здесь это статья чем хороша что действительно здесь рассказывается о том что показаны фотографии да вот кстати мы с алексеем вот здесь были в центре да там тоже были такие вот и проверки забрали нас телефоны чтобы мы лишь не там но нам потом дали фотографии те которые посчитали нужны вот но это действительно вот такое предприятие она занимает 4000 метров квадратных вот со стомона состоит из нескольких корпусов вы действительно видите вот и там действительно очень все скажем так четко размеренно нам очень понравилось все с нами были замечательные люди которые кажется 2 2 виктора не помню точно да который нас вот вводили наши наши две группы показывали в общем то все было интересно вот и чем хорошо что юни мобили видите то есть электромобиль на стальных колесах производится с нуля то есть все свое то то есть это изготовление и элементов мотор колесо накопительной энергии накопители энергии корпусов электромобили комплектующих детали узлов комплекс на рельсы струнные эстакады и сборка в конечный продукт вот чем то есть нет нету вот как как сейчас вот это слово импортозамещение импортозамещение все с нуля все делается самим и это вот там большое достоинство того что здесь ни от кого не зависим вот поэтому в данном в цехах происходит не только весь цикл работ по изготовлению подвижного состава но испытание промышленных образцов на производством комплексе реализованы 12 разных моделей транспорта каждая из которых имеет различные скорость вместимость дизайн еще три модели на стадии изготовления вот и часть создания транспорта в следующем отправляется в шаршу вы знаете что сейчас уже юнибус 25 мест и тоже прибыл туда и сейчас вот его устанавливать мы это поэтому позже че скажем вот многие элементы на сто процентов разработка юристы да например накопители энергии специальный аккумулятор изготавливаются под конкретную модель без сторонней помощи вот и про двери да тоже сказано что из одна из последних авторских разработок это прислонно сдвижные двери уникальной конструкции на этом этапе проектирования сторонние компании не могли предложить вариант с требуемой шириной дверного проема ссылались на то что это принципиально новая разработка и продукт изготовили своими силами вот в конструкцию интегрировали датчики которые позволяют системе обнаруживают препятствия анализировать обстановку на станции и реагировать на различные ситуации все опять-таки наша разработка поэтому очень и очень здорово что это все есть вот на производстве у нас здесь вот минске вот ну и вот тоже сказано что восемь лет назад еще начинал работать 6 человек сегодня предприятие трудится 148 человек мы с алексеем были там и действительно видели что люди занимаются конкретно пусть не кричит вот занимается всеми значит трудится 148 специалистов парк укомплектован 40 38 моделями оборудования от мировых лидеров в области технологий и металла металлообработка ближайшие планах поставить новые обрабатывающие фрезерный центр совместного белорусского китайского производства и расширение станочного парка мы когда были нам тоже показывали японские станки которые стоят по миллиону там евро или долларов и не помню факт уже действительно скажешь таких станков в общем-то по пальцам пересчитать есть там может быть у каких-то военно-промышленных комплексов not это очень современные станки к нам даже обращались вот много на это производство обращались с камаза потому что чтобы им действительно облегчить это вот париж-дакар где они там едет облегчить кабину вот я только не помню то ли 150 килограмм и облегчили то ли 50 кг но факт то что все равно это колоссальная то есть там сделали вот эту вот кабину в цельной литую там специально ну вот мы видим дают болванку такой вот вы вытачивает так что получается цельный то есть она не склепана низ и не скручена а вот действительно и вот это вот благодаря вот этого технология смогли облегчить на несколько десятков килограммов вот эту вот кабину что позволило тоже это такие вот спецзаказы да очень здорово так что ну здесь только можно сказать что очень здорово что это все современные все действительно так все это движется и гордишься тем что действительно вот это все есть они не так как там рассказываю что там где-то что-то и когда-то все делается на самом высоком уровне то есть действительно как сказали что наш транспорт он по технологиям даже никто и превосходит даже самая самолетостроение некоторых в некоторых случаях вот такие вот замечательные у нас скажем производства ну и конечно же передается этот опыт это тоже сотрудники повышают квалификации постоянно посещают курсы вот и обучающие лекции и за каждой модели успешно прошедшие испытания своя прежде всего высоко свои с высоко квалифицированные специалисты поэтому действительно уже здесь люди делают такие вещи гордятся я думаю этим потому что с кем бы с кем бы там не разговаривали действительно люди немногословны но так вот действительно когда смотрел что люди глаза горят как говорится глаз горит этих людей которых я видел действительно люди специалисты и ну вот меньше меньше слов больше дело замечательное замечательно когда вот мы были я помню эти глаза эти взгляды и действительно люди занимались своим делом их немножко конечно отвлекали там но от этого производства в общем-то не остановилась работала дальше ну и и еще один скажем так репортаж что тестовый участок действительно помните что он был введен в эксплуатацию вот завершены полностью завершенные строительные работы и прибыл новые новая модель пассажирска рельсового мобили 20 местный ю вас карат его назвали карат да вот и что теперь вот тоже интересна такая вот вещь что действительно он прибыл в такого танкерные балки да то есть его везли видите вот но это только вот верхних дима мотор колесо дима 4 мотор колеса стоят так далее да то есть нижняя часть она отдельно отдельно там было не показали на мою да вот и этот агрегат обеспечивает не только безопасную транспортировку 20 местного юнибуса но и установку вот этого юбаса на путевую структуру вот и в чем суть получается что оказывается здесь тоже надо подобрать видите с одной стороны траектория дороже колеса юбас карат это дорожки качения параметр определяющий безопасность комфорт скорость движения уровень чтобы многое другое то действительно все должно то есть сама по себе дорога должна быть идеально ровный так вот допустим если асфальт неровные есть я мы выбоины то это одно да и вот поэтому здесь в свою очередь для 25 местного юнибуса вот всплотаться означает откладку управления стабилизацию движения торможения штатные и аварийная система безопасности и комфорта да это как вот сегодня опять таки ссылается на этот ролик этот вот интересный такой стоит дубай он говорит а как вот управляю как от транспорта управляется ну как транспорта и управляется вот из значит центра управления так где там но в то же время сам транспорт имеет тоже он сам по себе знает траекторию как двигаться куда еще вот это и он так и спрашивает так что по телефону там подсоединяется нет ни по телефону все все управление будет внутри вот но она будет автоматически потому что есть свое скажем так свое зрение у данного транспорта да есть своя система защиты есть самая система торможения и считается на двойная то есть одна есть у автомобиля а вторая есть уже из центра управления вот такие вот вещи и вот это сейчас процесс получается обучение ведь как интересно получается это процесс обучения подвижного состава видеть структуру рельсового пути представляете как интересно то есть вот совершенно для меня тоже новой совершенно понятие напиши поставьте восклицательные знаки вот для кого это тоже новое то есть представляете привязали yunibus и теперь вот этот унибус карат он должен теперь его должны средить вот сэт него структуру то есть настроить отдельно дорогу да и отдельное yunibus чтобы они друг другу увидели потом получается и не был должен вот фиксировать данные в том числе с препятствиями для движения если какие-то еда реализовывать соответствии с установленным алгоритмом безопасном движении это исследование симбиоза двух независимых систем рельсов струнной транспортной эстакады и пассажирского автомобиля на остальных колесах вот это просто фантастика представляете то есть сделать дорогу такую чтобы она была идеально ровно определенное там должно быть спасибо за восклицательные знаки определенные должно быть действительно дорога должна быть вот выстроены так чтобы вот юнибус он тоже чувствовал себя вот представляете как тоже ну то есть это уже на на уровне такой фантастики то есть вы для меня это было тоже очень сильным откровением что это должно быть счет то есть совпадение на на 100 процентов а может даже и на больше вот это очень здорово вот и тогда вот такая вот красота будет когда действительно когда вот видите тут товарищ попов даже не веришь что 150 километров будет а если вот это вот наш юни флэш который движется со скоростью более 500 километров в час до то есть там действительно вот какие технологии то есть антоли дуалович просто вот респект колоссальное уважение вам действительно такую систему продумать что действительно может просто вот я вот даже сейчас рассказываю и вот и сам был и сам ездил и все и вот до сего начинаю все больше и больше поводка как это вы действительно гений юницкого вот вот насколько он сколько знает видит и вот не зря за олег за резко что это человек который занимается этим всю свою жизнь до сознательным может как то есть еще мальчиком запускал ракеты вот это видите вот его это гений вот его инженерии да вот то есть инженер мира 10 потому что это не просто скорость не просто скажем так он экология это вообще все это и это и оздоровление всего нашего мира живого и нежилого да то есть и красиво и здорово экологично безопасно и видите вот сам транспорт он тоже чтобы вот как говорится правильно вот ты покупаешь машину как говорится да там неважно какая у тебя там жигули volkswagen либо ferrari да дороги такие что первую очередь сломается ferrari да так получается видите как насколько все очень четко то есть тебе действительно вот берешь такую вещь и ты понимаешь что твоя вещь она прослужит сильно почему 50 100 лет потому что все взаимосвязано большое вам спасибо за такого то у меня сегодня инсайд возник вот и вот с такими технологиями теперь абу-даби в абу-даби пройдет mobility life технологии не буду считать свой инвестор то есть мобильные мобильная жизнь такая вот что там там будут представлены это важное самое важное событие написано вот я сегодня нашел эту рекламу там тоже забил в абу-даби что будет до самое важное событие в области мобильности в регионе где прорывные технологии инновации приводит столь необходимым изменениям победе mobility life объединяет новаторов и их технологии и отношениях с интересованными сторонами во всех режимах и дисциплинах для диалога создания идей и содействия сотрудничеству транспорт юст представит на выставке mobility life me в абу-даби очень и очень здорово на мероприятие посетители представить транспортно-функтуру на решение юст и расскажет о комплексах реализованных в центре юскаев шаржа то есть вот сегодня опять говорит что где бы эта выставка не проходила в дубае на экспо либо участку в абу-даби будет на на mobility life да все равно антали едуардович и команда они приглашают интересованных лиц в центов шаржу действительно там происходит в 10 уже полное ознакомление вот и изучение и действительно это очень это очень и очень здорово просто опять таки видите имеет такой центр там в эмиратах это очень сильно продвигает действительно эту технологию по всему миру очень здорово ну а у нас сделали скажем так добавление 250 мест вы знаете будет в этом году 2 скажем так и события до который будет посвящено одно будет в белоруссии в июле месяце кто еще не знает да вот и чтобы скажем так уже 5000 туда не будет человек сейчас еще определенные условия что если вы приглашаете то есть если вы ваши два партнера с первой линии проплачивают рассрочку да неважно там от 50 от 100 долларов так далее да вот то вы уже можете выбирать вот это скажем так попасть в эти вот еще дополнительные 250 мест уже кстати не смотрел где-то там 148 и это надо сделать вот до 10 мая вот до 18 часов значит что туда будет ходить трансфер вот экскурсия по этапе посещение музея ну кто наши люди которые нас здесь есть в общем то конечно это все уже неоднократно делали да вот поездка на одном из видов странного транспорта экскурсия фермерской хозяйства на поле юницкого с дегустации и профессиональной съемкой видео фото съемка вот конечно же это я знаю что у нас есть партнеры многие другие страны я знаю что очень многие уже скажем так получили такую возможность даже есть некоторые люди которые успели и попасть и беларусь и зарезервировать то есть зарезервирует места и в беларусь и в арабские эмираты вот как там получится но в арабских эмиратах пока не добавляли вот беларусь в общем то смогли добавить и я тоже говорю о том что если кто-то из ваших партнеров хочет конечно пусть подумают об этой акции очень здорово но мы на этом скажем так не прощаемся с вами мы говорим то что юска и запускай потому что я просто уверен что будут еще скажем так очень взрывные новости мы тоже ждем их всякий раз вот на сегодня все вот и я приглашаю лет тебя вот присоединиться ко мне если ты не слышишь и добавить от себя что-то приветствую алексей юска и запускай теслу не покупай отлично это вам сказал саид дубай саид дубай да так что надо ему кстати это самое слоган этот перри перри переслать приятно да что развитие видишь и на самом высоком уровне и там идет в жарких странах и параллельно и в сан петербург не вроде как уже не отстает культурная столица наш регион душев как-то так исторически все время и в питере были эти движения изначально были вот и в четырестом году я помню были там и потом там маргаритами донецкая там в аэропорт пулково там проект двигала то есть постоянно какие-то были там движения но что-то почему-то мешало питере вот но и сейчас вот тоже когда репортаж смотрел вот это та самая станция девяткино кстати станция на которой мне лично близко потому что у меня бабушка живет там краска питером вот и мы когда ездили из сосново туда в питер на электричке идешь до девяткино нам пересаживаешься на метро и дальше поехал уже в город вот поэтому тоже такие ну как бы немножко родни лишь это все это твои происки это мы тут говорим там про кого-то окажется да ты там придумал нашу бабушке было легче да что бабушки было быстрее добираться до минска вот да 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 так что приятно да что движение есть вот владислава волка вода отдельная благодарность если это его инициатива да не инициатива да так что здорово движется и там и там вот мы можем когда-то даже соединиться в одну длинную линейный город санкт-петербург дубай тем более что сейчас как некоторые говорят не дубай а дубайск из-за большого количества русских там уже поселились русскоязычных так что санкт-петербург дубайск но благодаря нашему транспорту я думаю вообще не будет границ скоро скоро действительно будет и дубайска и нью-йорк и по риск какой там будет да потому что действительно если будет так сильно быстро мы будем передвигаться то я думаю что здесь будет очень и очень границы будут стираться реально потому что когда вот это вот представишь как как добираться надо уже и не хочется многим людям далее если вы так больше садиться и свитные программировать маршрут свой что не надо будет выходить перед перескакивать перебегать ждать там транс каких-то там пересадок длительных да то есть это будет все замечательно вот так что да действительно очень и очень приятно что этот все транспорт набирает такую силу да и я так понимаю что никто не хочет уже отставать да несмотря на то что вы какие-то там риски начинают какие-то вот такие вот эксперты какие-то вылавливают там да вот люди выходят дают интервью я еще помню когда и раз вообще лишь ты меня познакомил вот я тоже заглянул не помню же наверное я уже инвестировал и там наш великий анатолий вассерман вот он тоже такое интервью давал что нет я думаю что вот это надо вот эти скажем так переказом так промежуточной опоры ставить на 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 длину подвижного состава что если что вот если что-то случится там со струной она он может опереться на те две порты получать какой таков бы был да вот то есть что-то несуразное говорю ну вот понимаете вот и поэтому я говорю даже люди которым сделано у них имя там за счет вот этого ящика либо там каких-то других скажем так стали не celebrities но при этом скажем так они как были диванами экспертами так они остаются поэтому конечно же очень здорово что у нашего скажем так инженера любимого замечательного и гениального вот у него есть своя скажем так концепция свой путь и он действительно очень сложный путь но антолий дуарыч ни разу не свернул с него несмотря на вот этих вот кучу падений до 7 падений с кем с нуля все приходилось начинать в общем то да вода то камень точит поэтому очень все здорово так что все движемся идем и уже действительно просто начинается уже вот это вот чувство такой эйфории и тем более когда ты знаешь что это все действительно уже строится и там и там где-то ты знаешь о своих партнеров ты знаешь что это уже показывают по россии один в прайм-тайм да то есть это уже как это не просто слова то есть очень здорово ну и знаю что шейхи тоже не просто так приезжают и конечно же вот это выставки такие вот серьезные как экспо как вот дубай в дубае как в абу-даби как в германии вот этот вот транс да там называется вот берлине до проходит и на транс и на транс вот поэтому такие серьезные выставки конечно они очень здорово говорят о том что нашему транспорт очень и очень серьезные отношения и конечно же конечно же мы знаем что это будет но я говорю насколько как как сопротивляются вот эти вот люди которые скажем так горе попов что повред борел да ну да да есть такие ну вот такие дела алексей да спасибо за ваше интервью спасибо за вашу лекцию олег александрович да да завтра поминальный день вот я еще тоже хочу сказать о том что благодарю викторию буль который нет с нами да но которая действительно познакомила меня с этой технологии познакомила меня с алексеем вот и благодаря которому я тоже вот поменял свою жизнь так что спасибо таким людям которые остатки оставляют след вот в нашей жизни викторию тоже мы помянем обязательным добрым словом да спасибо ну что друзья всего хорошего следующая нас будет через две недельки встречи да вот так что слава богу солнышко пришло весна пришла не вот даже если будет какое-то похолодание все равно это будет позади вот так что мы движемся вперед вот и до новых встреч тогда пока пока до новых встреч пока пока запускай тесла не покупай не покупай это вам сказался и дубай отлично пока 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 пока